Добрый вечер У меня к вам всего один вопрос Кто видит меня первый раз в видео? Самое интересное, что я смотрю, и мне кажется, что я уже половину лет знаю Каждый раз, приходя на встречу, я всегда думаю Сейчас придут люди уже на второй раз, и можно будет уже рассказывать о чем-нибудь другом Ну ладно, хорошо А кто читал программу «Наши встречи»? Вот мы с вами сегодня начнем с конца того, что там было обещано Кто помнит, что было в конце? В практике Что было? Там было про путешествие центральной Так, все подняли практические руки, чтобы вы читали программу В конце что обещали? Мозг и чтали Мозг и чтали У прошли У прошли Вот, вспомнили Так вот, мы начнем с конца По той простой причине Что если вы вспомните себя Мы когда берем книгу как-нибудь Нам хочется всегда заглянуть на последнюю страничку Посмотреть, что там такого интересного есть Чтобы сразу узнать все ответы Ну а потом можно уже дальше читать ее сначала А можно и не читать Все равно уже в конце все узнали Поэтому я предлагаю сейчас нам начать с окончания А потом будут люди как раз подходить Они придут, а мы уже с вами как раз в конце находимся Здрасте Итак Первое упражнение Которое мы будем с вами делать называется Прискушение Возьмите две свои руки Поверните ко мне ладонями Угу Переместите внимание на свои ладони И почувствуйте их Угу А теперь у вас сложите руки ладонями И поприте И почувствуйте предвкушение Вот сейчас что-то такое начнется классное Чего вам попробовать не важно Но вы знаете что-то классное начнется Угу Так, отлично А теперь внимание переместитесь на ладони И посмотрите Вы терли только ладони А вот эти пальчики захватили? Да Большие Большие Вот А в этом упражнении Весь секрет заключается в том Что нужно тереть с большим акцентом на большие пальцы То есть вот Можно потереть вот так А можно потереть вот так Сделайте акцент на большие пальцы Подрите И почувствуйте внутри себя Блядь Уши мне сейчас что-то начнется Ах Ах Сейчас я положу Ах Сейчас я положу Ах Вот так Так Почувствовали? Вот эту эмоцию вахар, да? А ладошки стали теплыми? Да А ладошки стали теплыми? Отлично Начинаем двигаться от конца к началу Следующее упражнение Готовность Берем кулачок Правую По руку Левую Без разницы Сжимаем в кулачок Такой легкий Не так сильно не сжимаем Легкий кулачок И начинаем делать легкие Похлапывающие движения Не надо сильно себя бить Любенько так Нежненько С удовольствием Да? Я готов Я готов Я готов Вот это же предвкушение только что было, да? Я готов Я готов Стучите в... Сейчас укажу точное место Вот где умная ямка Если от нее два пальца вниз запустить Вот как раз вот там где-то нужно постучать Постучите медленно Потом побыстрее постучите Потом вот так вот Раз 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 И почувствуйте состояние готовности Вы готовы К тому, что вы только что предвкушали Вы предвкушали что-то, что сейчас будет происходить в вашей жизни Не в моей, не в чьей-то чужой В вашей жизни будет сейчас что-то происходить И вы к этому готовы Третье упражнение Одобрение Одобрение Предвкусили Приготовились А теперь вспомнили о том Для кого вообще все это будет происходить Да? Для меня любимого Я в этот момент могу себя вот так не любить Надо вспомнить Поэтому я себя одобряю, да? Вы предвкушаете что-то, к чему вы уже готовы И вы себя в этом одобряете Вот таким образом Прям посильнее можно прижать И прямо от макушки головы Вот так вот Всеми пальчиками Ладошками Основанием ладони Можете посильнее прижать Можете коготочки немножко выпустить И себя так немножко погладить И вот так вот всю голову Старательно основательно 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 И В этот момент очень важно Помнить о своем эмоциональном состоянии Да? Да? Я готов Я там наступил предвкушаю Я готов Или готов И я в этот момент Вот этим буду Наслаждаться Я люблю себя Я одобряю себя Я принимаю себя Почувствовали это состояние? Угу Итак, все прожили сейчас состояние предвкушений Да? Получилось? Да Все прожили состояние готовности Готовности Вы готовы Все прожили состояние одобрения Я всегда люблю Ну скажите, что еще нам надо Все В общем, собственно говоря Ну это можно закручить? Можно начинать? Правильно Вот А теперь на самом деле Действительно Можно начинать Я не буду сейчас Расшифровывать эти упражнения Мы Сделали то, с чего Нужно Начинать вообще Любое свое Действие В жизни Я Чуть позже Об этом Более подробно расскажу И объясню Что мы делали Для чего И что вообще Происходило в этот момент С нашим И с нашим телом Ну а теперь Начало Меня зовут Александр Моя фамилия Удалов Я психолог Я Сопровождаю людей В их Исследовании Самого Себя В их Исследовании Развития Себя Но Сегодня Мы не об этом А Мы поговорим О Более Важном Для каждого Из вас О вас Ценно Посмотрим Что у нас там На складе Есть Развития Первый раз Значит Начнем С путешествий А там Нечего Нечего Смотреть Вот Да Значит Начнем С путешествий А там Все Видно Хорошо Итак Несколько лет назад Когда Я занимался Практикой Психологической И проводил психологические Тренинги Я столкнулся С такой интересной Закономерностью Что Все Люди Которые Приходили На тренинги Приходили На консультации В какой-то момент Двигаясь В своем Развитии Вперед Все равно Тормозили И откатывались Назад Есть у вас Такой опыт Бывало Такой Решили Что-то иначе Делать Потом Раз Как-то И все Прошло Был какой-то Результат Потом Либо 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 Есть Такой Да Знакомо Ну Хорошо А вот И я столкнулся С таким Результатом И подумал Что это неправильно А так как Я Всегда Стоюсь в себе Каким-то таким Максималистом Который Хочет Осчастливить Всех И каждого И весь мир То я решил Заняться Статистикой И понять В чем Суть И почему Происходит Вот это Норможение Развития И почему То, что мы Кажется Мы достигли Вот это Девается Собирая статистику Опрашивая людей Опрашивая своих коллег Я пришел к выводу Что Оказывается Есть одна такая Штука Ну или не штука А есть такое состояние Которое Мы все с вами переживаем Периодически Именно это состояние Тормозит наше развитие Как вы думаете Что это за состояние Лень Лень Так Значит у вас лень Так Какие варианты Комфорт 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 мешает Развиваться Лень Комфорт Страх Усталость Страх Усталость Нервозность Тревожность Что Счастье Счастье Даже счастье Не тормозит наше развитие Да Угу Да Видите Вариантов много Но на самом деле В ходе того Опроса И Сбора информации Получилось Что все ситуации Которые бы не были Даже лень Все это Относится К состоянию Которое мы все называем С вами страхами Да Мы ленимся Потому что Нам страшно Отдых у нас не получится Да Ну где-то там На уровне Подсознания Но не будем сейчас Объяснять вот эти все Процессы Поверьте мне на слово Что состояние Страха Можно найти в каждой Ситуации Которая Нас тормозит И Вывести ее Нароже Посмотрите В глаза Итак Определив Вот То что Нас тормозят Всех страхи Меня в том числе Передо мной Встала задача Что же с этим делать Да Вроде бы я уже психолог Вроде бы я уже провожу Тренинги Консультации Да У меня уже Там Образование И еще куча на это Образование имеются И я в этот момент понял Что Мне не хватает Своего Глобально прожитого опыта Вот этих всех страхов Для того Чтобы понять эту природу Как можно помогать людям Сказал я Если Если Я не знаю Все Весь спектр страха Да От страха Там скажем Темноты До страха Смерти Нужно испытать Вот это состояние Для того Чтобы понять Что такое страх И потом Сложить все данные В некий алгоритм Уже Делиться с другими Встал дальше вопрос Как я Буду Исследовать Этот страх Да Ну а давайте представим Что мы с вами сейчас Решили провести Такое исследование Эксперимент Да Будем Испытывать Природу страха Для этого Нам нужно В моменте сейчас Начать переживать Страх Какие есть Предложения Как мы вызовем сейчас Страх Свет Выключим Боится темноты Так Никто не боится Значит Свет Выключать Не будем Так Если сейчас сюда Зайдет Большой Страх Какой Зверь Тигр Рычащий Кто не напугается Так Все Тихих зверей Ага Боимся Да Какие еще Варианты есть Целок Непонятный Целок Непонятный В закрытом помещении Да Представить себе Тихий океан Тихий океан Тихий океан Тихий океан Хорошо Да Мы будем долго с вами сидеть Что-то придумывать И это будет процесс Затяжной Мне нужно было Чтобы это было Максимально Максимально сильное И максимально быстро Для этого нужно было Придумать какой-то эксперимент Провести какое-то исследование Пойти вот в эту Природу всех этих страхов И я решил провести другую статистику И другой опрос Да Я стал опрашивать людей Спрашиваю их О том, что защищает их от страхов Что вас защищает от страхов? Забытие его знания Забытие его знания Что здесь прозвучало? Рассудок Кто? Рассудок Рассудок Ну это знание включает Надежные средства защиты Надежные средства защиты Уверенность в себе Уверенность в себе Угу Опыт Угу Опыт Хорошо Вариантов опроса Было очень много Иногда было такое, что И я даже думал У Мадыжи Я никогда не подумал Что это может защищать от страны Но Определилось 4 страны Защиты, которые нас защищают Первое Это Деньги Согласна? Да Ври Деньги В темноте очень помогут ВТОРОЕ 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 Да Поддержка Религия Скорее всего Вот И то, и то, и другое, и третье Но немножко по-другому Коммуникация Семья Это Когда мы можем общаться Да Если у вас нет денег То Мы можем подойти Вот я сейчас к вам подойду И скажу Здравствуйте У меня нет денег У вас есть яблочко Булочка Пирожок Поделитесь со мной, пожалуйста Поделитесь? Да Конечно Если есть Да Если есть, конечно Поделимся Еду и всегда Мы все поделимся Итак Первое Деньги Второе Коммуникация Третье Это Наличие Множества Вещей В том числе Как раз Про темноту Нам стало темно Мы включили фонарик Нам нужно порезать хлеб Мы достали ножик Нам нужно Включить Там Газ Мы достали спички И так далее Стало Пошел дождь Или снег Я даже не знаю Что сегодня Больше идет И Люди Достали зонтики И четвертое Кто знает Где он будет Сегодня Ночевать Ну Те, кто не понимает Не знают Не будут Здорово Ползал Я не знаю Где будет Ночевать Ребят Вы молодцы Можно вообще не отправиться На какое путешествие Уже все Уже все Специалисты Так вот Четвертое Это Наша Некая Плановость Наше умение Составлять маршруты Мы знаем Где мы проснемся Мы знаем Что мы едим на завтрак Мы знаем Куда мы пойдем В обед Где мы будем В пять часов С кем мы Ужинаем С кем мы Обедаем Куда мы идем В выходные дни С кем мы И куда едем В отпуск И у нас есть четкий план И маршрут И мы этим тоже Защищены И таким образом У нас получается Четыре гарантии Деньги В коммуникация Вещи И маршрут Или план А как вы обозначили Дистанциальные проблемы Конечно резидентные А для путешествий Мы вопрос поставили Для путешествий Согласны А в целом С тратить Для разрешения Здесь нужно было Найти что-то У меня максимум идеальное Для Для Ну Хорошо А вот сейчас соберем все деньги Мы сейчас не в путешествии Мы в социуме Давайте все деньги Вот сюда сложим Чувствуете Как вам Не вот Подождите Я вот сейчас не только вас Не приятно Не приятно Да Я сейчас говорю не о том Чтобы плохо А эмоциональное состояние Да, вот это внутреннее наше, раз оно так. Ну, как это будет? С соцкартой, да, думаю. Хорошо. Итак, значит, определилось 4 защиты, которые нужно было убрать и поставить в себя состояние вот этого максимального страха. Деньги было убрать просто, да, убрал деньги, убрал карточки. Кроме того, в моем условии было, четко скажется, чтобы страшно было, что я не подрабатываю, чтобы у меня не было перспективы того, что я буду деньги иметь. То есть я полностью исключаю деньги, их просто нет. Не пугает, было бы 100 друзей. Да, дальше надо было убрать друзей. Как убрать друзей? Чтобы убрать друзей, нужно пойти туда, где никого не знаю и где говорят на другом языке. Отсюда родилась идея отправиться вокруг света в те страны, в которых языки какие-то вообще совсем неизвестны. На предмет того, что мне говорят, ну, можно и с английским. Я учил в институте немецкий язык. Английский я никогда не учил. И немецкий я тоже благополучно забыл, еще окончил в университете. Мы все учились, знаете, как вы знали. Иностранный язык, да, чему-нибудь как-нибудь. Вот, поэтому по-английски на момент старта я знал три слова. Hello, sorry, no, my. Четыре слова, да. Вот. Но там есть, да, общественные организации. Хорошо, дальше. Третье. Свещание. Свещание было тоже просто. Я надел на себя комплект одежды и второй комплект положил в рюкзам. У меня был. Телефона не было. Ножечков там, фонариков, паблеток. Что еще все время спрашивают, не было. А климат какой? Климат, слушаем еще четвертый пункт. И четвертый пункт, чтобы было совсем весело, это никакого плана и никакого маршрута. Я не знаю, какой будет климат. Условие такое. Знаете, пойди туда не знаю куда. Принеси то не знаю что. Ну, задача была явная. Поставлено изучить страх. Я вышел, моя задача была выйти и отправиться примерно в сторону, с востока на запад. И дальше плана нет, маршрута нет. Неважно было, в какую страну я попадаю, в какую я не попадаю. Какую достопримечательность я посмотрю, не посмотрю. Это было не экскурсионный тур и не тур лежания на пляже. Это было некое действие, нужно было двигаться. Или не нужно продвигаться. Ну, в общем, жизнь двигала уже там дальше. Там у нас много. Много. Бесплавное лето. Куда клеваем. Вот видите. Делаться. В общем, ни друзей, ни врагов. А пересечение границ как-то было? Было, да, конечно же. Вот, в итоге, значит, вот такие четыре условия. Все убираем и отправляемся в дорогу. Кто готов, из тех, кто говорит, все, ой, это легко, просто, кто готов прямо сейчас пойти? Так, одна есть, две есть, три есть, четыре есть. Так, хорошо, замечательно. Там сверху кто-то поддержит вот группу. В полосах, как у парень. Я говорю, не с вами. Да? Поддержит, хорошо. Ладно, но, смотрите, задача была не напугаться, а задача была исследовать природу страха. И если мы создаем для себя и начинаем узнавать себя и исследовать себя, то мы же не загоняем себя в состояние такого, чтобы, да, ну, уже вообще ни глаза открыть, ни шага шагнуть, да, мы исследуем природу страха. Наша задача в этот момент, прежде всего, слушать свои эмоции. Вот мы сейчас струли ладошки, да, стучали себя по груди, гладили по голове. Здесь важно было не физически вот эти вот цены, они тоже были важны, но они настолько важны. Важно было эмоциональное состояние, которое вы проживали. Также и со страхом. Это эмоциональное состояние, которое включается в каждую ситуацию. Ну, представьте, вот вам завтра группа в полосатых купальниках молчает, которая отправится, те, кто не поднял. Представьте, завтра утром вам стартовать. Все, он знает. Ничего нет. В расставок. Ой, вообще. Ну, вот по-честному страшно. Конечно. Понимаете, я тоже не герой. Это на тот момент, там, еще когда не вечер был, а вообще до этого, я думал, что я герой. У меня там было какое-то состояние героя, такое, о, я пойду исследовать природу страха, а потом. Но это там, когда-то, где? Как вы думаете, когда включается вот это состояние вообще такого вот невозможного уже и нестерпимого состояния страха, когда хочется спрятаться? Везде. На пороге. А? На пороге. На пороге, когда выходить. Еще варианты какие-то есть? Первой трудности. Когда? Первой трудности. Первой трудности. То есть уже когда в дороге. Я думаю, что во время усталости. Время усталости. Ну, тоже уже, да? Когда начинаешь думать. Когда начинаешь думать? Представь. Но не буду долго затягивать. У меня страх, первый, максимальный появился, и сейчас вот вы послушайте внимательно, знакомо ли вам это или нет. Вечер. Я стартовал 12 июня, июля 2012 года. Это был четверг. Среда накануна, 11 число, вечер. Рюкзачок стоит собранный. Я сажусь и пишу в интернет такую фразу. Рюкзак собран, завтра я стартую. И отправляю кнопку зажимания. Все, сообщение ушло. На стенку, на все. Вконтакте, в фейсбуке, в одногласниках. И в этот момент я понимаю, что мне становится трудно дышать. Вспомните, когда начинается наше национальное переживание. У меня начинается сбой дыхания.